Среди сегодня существующих людей, живущих на Земле, точнее, среди существ, живущих на Земле, есть очень секретные существа, которых не видел почти никто. И, честно говоря, мне о них рассказывали очень давно, ну, может быть, несколько лет тому назад. И я уже с этого времени забыл. И второй раз мне напомнили буквально недавно, когда один из моих читателей прислал мне рисунок, на котором был нарисован этот черный человек, и он спросил меня, читатель, а что это? И тут я вспомнил те рассказы, которые были несколько лет тому назад, и узнал этого черного человека, черное существо, так скажем. И вот теперь хочу поделиться с вами, потому что это наиболее секретно. Я думаю, что их никто не видел. Я тоже их не видел, естественно, мне только рассказывали. И смысл их вот в чем заключается. Существуют они под Кремлевским местом, под Кремлем. Функциями их является обеспечение работоспособности энергетической реки, которая находится под Кремлем. Эта река, кто не знает, поясню, она протекает параллельно реке Москве, почти параллельно реке Москве, с юга-запада на северо-восток, где поворачивает вспять и течет в обратном направлении. Это река энергетическая, и можно ее назвать, что она питает своей энергией, ну, практически всю цивилизацию. К этой реке стремились различные силы. Путешествие или нападение, так скажем, Наполеона на Москву объясняется как раз тем, что он искал эту реку. Ему неинтересна была столица, которая в то время была Питером, а ему интересно было завоевать проход в эту реку, чтобы подключиться к этому источнику питания. А источник питания этот, он формирует всю нашу цивилизацию и подпитывает ее, ну, той биологической энергией, назовем ее так, от которой мы зависим непосредственно. Именно об этом, об этой реке, и всегда говорят, когда говорят о молочной реке. Поэтому Москва-река, ее тоже во многих источниках называют молочной рекой, потому что под ней протекает именно самая настоящая молочная река. Так вот, черные люди, черные существа живут под землей, ниже уровня Московского моря, и находятся там как раз как обслуживающие существа этой энергетической установки. Они способны проникать через пласты породы, через стены, через любые преграды материальные и способны появляться в любых местах. Они не раз появлялись в кабинете нашего президента, ну, это с рассказов, я сам, конечно, не видел этого, с рассказов тех, кто мне это рассказал, поведал. Так вот, они не раз появлялись в его кабинете. Первый раз, когда появились, он настолько испугался, что буквально чуть не лишился чувств. Потому что, представьте себе, человек, черный человек, черное существо, с угольным лицом, только с небольшими точками глаз. Европеоидный раса? Нет, черное существо, без раса. То есть он не похож ни на белого, ни на черного? Он не похож ни на белого, ни на негроида. Он не похож на современного человека никак. Ну, как? Скорее, это будет... Ну, рисунок я представлю, покажу. Покат волосами? Ну, я не видел. Молодежды. Это существо, когда проникло первый раз к нашему... Оно взяло его и продемонстрировало свою силу. Эти существа, черные люди, они умеют реформировать нашу землю. Они могут ее в любой момент лишить всего сегодняшнего материального покрова, оставить от нее остов только, могут поменять все. И буквально находятся эти существа вне времени, вне пространства. И это им как раз дает способность вечно существовать и проходить сквозь материальные преграды. Потому что они не зависят ни от времени, ни от пространства. Когда они первый раз президента взяли с собой, подняли его над планетой на некоторую высоту, то они показали по щелчку пальцев, как планета изменяется. Было показано ему, что материки пропали, Америка пропала, исчезла. Буквально в глазах за доли секунды исчезли некоторые другие материки. И все это он видел своими глазами и, конечно, ужаснулся. Аркета смысловалась в одно мгновение. Даже не было никакой энергии. Только что посреди океана возвышался огромный материк. И вот его уже нет. Его не выдернули с коры, как сухо. Нет, никакой дыреки не образовалось. Просто в мгновение все стало другим. Словно, никакого материка никогда и не было. Я отключил оператор, вызывающий из базы данных планеты Земля, структуру, которую вы называете Америкой. Просто вы имеете в виду педагогу. Теперь этой суши больше нет. Нет Африки, Китая, Индии, Аравии, Кавказа, Антарктиды. И больше нет. Вы доигрались. Владимир застыл отца в этом ртома. Вся его многолетняя будь, что держать туда, все его самообладание, вся его тренированность на стресс испарились, как и сама Америка и другие континенты. Он изо всех сил пытался взять себя в руки, но руки тряслись, как без пёра и крылья у курёнка. «Этого не может быть!» Наконец-то реплик пошифровал Владимир. «Это просто не может быть! Не может быть! Не может быть!» Владимир нарубнулся виновом. «Это у вас такого не может быть! А у нас можно!» «Хотите ещё демонстрацию?» «Нет, не надо!» Владимир заснулся от тех картин, которые принесли спереди его взором за те доли секунды, пока он произносил слово «нет». «Куда мы ведем?» «Кого Владимир, из-за того, убивился виноват?» «Какому говорить?» «Людей!» «А разве они были?» Снова совершенно искренне убивился виноват. Но снисходивно рассмотрел на присевшую в этот эмоциональный удар Владимира. Этот маленький человек стал ещё виничем. Виноват медленно обошёл его вокруг, при каждом шаге мерно прокачивая сложенную цепную крылья. Остановился и решил пожалеть. Когда властелин у вас конструировали, у них не было задачи создать «Я, Мухаммедс, Монатонный произнёс представитель существа». Они были в панике. Они пытались спастись. Им нужно было выжить. В таких условиях животные этой планеты оказались вполне нормальной платформой для создания протезных тел. Но сегодня вы, их протезы, ведёте себя так, как будто властелины с вами поменялись в стадии. Это вы решили. Решили, что обмен состоялся. А властелины с вами ничего не менялись. О каменном он это говорил. Владимир совершенно лишился тем. Он встал на колени не от страха и не от почтения, а просто от местилина. Разум – это ценность, повернулся к нему спиной Миновата. Но и структура – это тоже ценность. Мести они бесценны, ибо составляют интимную жизнь. Поразм – это хаос. «Вы почему-то подумали, что вы вдруг стали богами. Как вы выражаете и сами. Но где ваша мощь? Вы даже планету изготовить не можете. Вы немощь? Куда вам до боговы?» «Это конец? Выдохнули в этом?» «Нет, не конец», – без эмоционального произнёта Миновата. «На решение не уничтожать систему, а переспредить её ещё раз. Это проще. В этом случае сохранятся все прежние решения, но мы выберем из них те, которые приемлемы в новой ситуации. Остальные не понадобятся. Мы их отправим на реструктуризацию. А люди?» «В базе данных всё остаётся до того момента, пока не закончится без загрузок планеты. Всё, что в настоящем времени существует на Земле, оставится на своих местах. Но мы перегруппируем связи. Новые алгоритмы будут вызывать только те объекты, которые потребуются новой системе. «А я?» «Я потребую тебя!» – бесконечной фольгой сердце произнёс Владимир. Минавор медленно обошёл в его ещё раз. Владимир по-прежнему трясся, как заклёванный курёнок. «В тебе нет ничего того, что нам потребовалось в будущем», – из апелляциона заявил Минавор. Потом подумал и добавил. «Но я могу оставить тебя, чтобы ты смотрел, как мы будем менять мир. Пусть это будет твоим наказанием. Наблюдая и запоминай. Может быть, потом расскажешь следующему поколению Земля. Кто-то же должен это увидеть». Итак, обнуляемся. Как только Минавор произнос последние слова, под его ногами появилась лимитирующая футфоль. На неё же забрался Владимир. В следующее мгновение её взмыли вверх на планету, так высоко, что она стала видна, как была тонна. После этого превратился в объёмный уголограмм. А через секунду на Земле не стало ничего. Только решётка, некий остров планеты, напоминающий остров, выброшенный на берег старинного корабля. Владимир по-бамле. Отсюда пошли предсказания. Вот после этой демонстрации, если вы помните, что где-то года два-полтора назад предсказатели как-то подменили. Они вдруг начали говорить, что материки все... Ну, некоторые материки. Что они именно пропадут. Что они исчезнут. Что они не потонут, как раньше говорили в кучинах, а именно исчезнут. Исчезнут каким-то образом... Ну, компьютерным образом. Так вот, именно после этой демонстрации пошли эти предсказания. То есть, вот этот информационный вброс, информационную демонстрацию исчезновения материков, как раз зафиксировали, ну, так скажем, тонкие души наших предсказателей. И отсюда всё это пошло. Так вот, демонстрация была направлена на то, чтобы показать, что именно эти люди, именно эти чёрные существа, они являются правителями наших территорий, главными на ней. И они просто продемонстрировали свою верховную силу. Теперь самая интересная часть игры начинает. После того, как этот ролик будет опубликован, начнутся исследования по поводу этих чёрных. Естественно, начнут появляться какая-то информация. Причём я не говорю, что я являюсь первым, кто опубликует, потому что у меня есть и резунчик теперь, который мне прислал наш читатель, который, как говорится, и раньше об этом не знал. И мне это рассказали. Те люди, которые и слышали, и немножко знают об этом, и могли хоть что-то рассказать. Собирание информации пришло по крупинкам, по крупицам долгое время. Скажите, а другими членами проекта они не являлись такие же? Я не знаю. Кто подтвердит, даже если он встречался. Но, вообще, надо посмотреть, покопаться в старых, может быть, мифах, может, ещё в каких-то других сведениях. Я думаю, что всё-таки это было. Не единожды встречались. И надо посмотреть просто литературу по этому поводу. Ну, а пока ситуация складывается таким образом, что вот эти хозяева положения, они каким-то образом уничтожены. Оставшиеся 20% они ищут себе нового покровителя, тот, который их зачистил, и готовы ему служить. Нужна ли их служба будет этому новому покровителю, и кто им, в конце концов, окажется, пока неизвестно. Но само проявление этой силы состоялось. Сила, она явно конструктивная, потому что она не дала, ну, хотя бы разрушить столицу нашего государства, которую видели, ещё раз подчеркну, разрушение которой видели многие ясновидящие, это десятки людей. И мы можем надеяться, что вот эта конструктивная сила, которая зачистила у чёрных, что она может повернуть теперь нашу цивилизацию неким достаточно положительным. Следующий акт, который с ними случился и при их участии, это то, что они примерно тоже два года тому назад собирались, скажем так, разрушить Москву. Опять же, ясновидящие, которые видели это своими глазами в своих видениях, они все как один, абсолютно все как один, а я опросил больше десяти человек, они говорили, что мы видим Москву разрушенной, в руинах, и что на месте Москвы просто вот одни кирпичи. Никак не могли понять, кто это сделает, потому что военных действий никаких не предвиделось и никаких ударов с неба или каких-то цунами, которых у нас, в принципе, быть не может, или ещё каких-то природных катаклизмов тоже ясновидящие не видели. И вот вопрос возникал, откуда всё это, откуда грозит угроза. После нескольких лет исследований, то есть вот год или полтора на это ушло, и был поставлен такой эксперимент, когда над Москвой был установлен купол, защитный купол. Этот купол, он проявляется сверху, как строение такое эфемерное, но он же ещё и уходит ответной полусферой вниз, внутрь Земли. И вот как раз эта ответная полусфера, она выдавила чёрных людей из-за их подземных угодий. И вот после этого были уничтожены 60% этих людей. Они были выдавлены, были уничтожены, были рассеяны. Сейчас они практически без сил, и оставшиеся 20-40% они пытаются осознать ту силу, которая по ним ударила, и пытаются найти себе нового хозяина, уже не претендуя на верховенство в мире. Та же самая ситуация и у нашего руководителя государства, потому что раньше он точно знал, что существуют некие высшие силы, которые непобедимы, а сегодня ситуация поменялась, что непобедимые силы оказались побеждены, и самое главное, что неизвестно кем. Вот так вот поменялся мир за последние полтора года. Многие те, которые не следят за этой ситуацией, они, конечно, ничего не заметили, но некоторые, которые отслеживают эту ситуацию, конечно же, пытаются каким-то образом реагировать. Например, очень интересна ситуация Дональда Трампа, американского президента, который на возникновение купола начал реагировать назначением специального прокурора. Он не так давно, несколько месяцев тому назад, назначил специального прокурора по расследованию российского воздействия на климат Америки. А российское воздействие климатическое, оно как раз стало результатом установки этого купола, который здесь убирает всю негативную энергию над Москвой и в диаметре 400 километров. А дальше, за пределами вот этой защитной зоны, сферы, да, как сверху земли, так и вот землей, за пределами этой защитной сферы происходит как бы ответная реакция. То есть эта сфера, она уничтожает тех, кто проявил агрессивные действия по отношению к России и к ее столице. И поэтому, я тебе это точно говорю, поэтому он в Кремле вообще не проводит Кремль вообще? Нет, он встречался с ним почти пять тысяч раз. Пять тысяч? Ну, они к ним проходят-то, я по-другому лучше ставлю этого дела. А сейчас нет? Вот, а сейчас они пропали, понимаешь, у него сейчас получается интересная ситуация. Он не знает, куда пропали его, которые вдруг неожиданно исчезли. Ну, представь саму ситуацию. Они приходили к нему и готовили, говорят, мы сейчас разрушим Москву, вот такие-то планы. Почему Москву разрушают? Там ситуация была вот какая. Москва представляет собой как? Вот уровень земли. Вот здесь Москва. Здесь одна часть купола. Вот такая большая. Сферы теперь уже. Сферы, да. Здесь под Москвой море. Под морем проходит дальше нижнюю часть этой сферы. И вот ниже этой сферы, туда вот, прямо на границе ее, там находится вот эта река, но она сейчас как бы выше границы. Это Млечный путь до Родины, да? Да, да. И вот этот купол случайно выдавил этих человек. И они не поняли, кто на них произвел эту атаку. И самое главное, что они перестали появляться к нашему президенту. Ну, президент теперь проблемам. Вчера еще готовились к какому-то акту. А сегодня те, кто готовился, вдруг пропали, их кто-то зачистил. И он, в общем-то, в панике. Потому что они его убеждали, они его демонстрировали. Ну, представь, поднять человека, поднять тебя, например, в каком-то космическом аппарате условном, ну, вот такая вот платформочка, там полтора метра в диаметре, без всяких этих ограждений. Вот взлетели над землей, он пальцами щелкнул, отремяствовался от 90-х. С щелкнул, опять появились океаны территории. И когда все это видишь своими глазами, ты понимаешь, что ты наяву, что ты не в каком-то сне, и что тебя не зомбируют, и ты не в гипнозе. И тебе дают возможность поговорить еще с людьми будущего, которые тебе говорят, в каких материках говоришь, если здесь вот мы живем всю свою жизнь, якобы, тут не было никаких материков. Так, обнуляемся. Как только Миломор произнес последние слова, под его ногами появилась ветерующая платформа. На нее же забрался Владимир. В следующее мгновение они взмели вверх на планету, так высоко, что она стала видна, как была доля. После этого превратился в объемную монограмму. А через секунду на Земле не стало ничего. Только решетка. Некий остров планеты, напоминающий остров, выморшенный на берег старинного корабля. Владимир Павлович. И когда он все вот это хлебал, когда все он это увидел своими глазами, и когда ему все это дано было увидеть, вдруг появляется так, что вот эти люди, которые демонстрировали тотальное свое превосходство в мире, вдруг появилось так, что их кто-то оттаталил. Кажется, есть еще более тотальное превосходство над ними. То есть, получается, кто-то победил непобедимых. И возникает вопрос теперь, кто в доме хозяин? Ждать теперь, когда придет хозяин, как в сказке, Машенька и три медведя. Да, поспали нормально на кровати. А тапочки, да? Кто мои тапочки? Да, медведи теперь придут и сейчас, может быть, сядут своим задом и раздают как-то незаметную машинку, а может быть, и оставят у себя проживать. Всего в нашей реальности существует 11 видов существ. Черные эти люди, подземные, это один из этих 11 видов. Воспринимать их следует не так, как биологические объекты, к которым мы привыкли и к которым мы являемся сами. Потому что некоторые существа не являются биологическими объектами, они являются другими участниками нашей игры, которые, собственно, ее обслуживают, которые обслуживают ее некоторые агрегаты. Вот та молочная река, та энергетическая река, о которой я сказал, она является как раз, как говорится, движком нашей игры, и от нее зависит сама игра, ее существование, ее протекание. И вот этот движок обслуживается этими черными. Но вопрос стоит в том, что изначально ли он обслуживается, либо там своя игра идет, когда они захватили, например, этот пульт, удерживают его для контроля над миром, либо, может быть, это какие-то другие технические решения, виртуальные решения, компьютерные решения. Это предстоит нам узнать скоро. Постепенно раскручиваются, развиваются эти знания о существах, которые населяют нашу планету. Мы постепенно понимаем, что здесь не все так просто, что никаких инопланетян нет, а вся игра сосредоточена только на нашей территории, на нашей планете. Она может быть замкнутой, может быть разомкнутой. Мы в ближайшее время ждем появления нового континента. Он уже начинает прорастать в районе Марианской впадины, где земля уже начинает трескаться. Гавайи, да, и все эти острова. И вот в этой территории начинает появляться континент. С какой-то скоростью он появится. И, может быть, даже при нашей жизни мы увидим, что появилась новая земля, и ее откроет новый Колумб. Вся наша земля, вся территория нашей игры, она представляется как раз в виде комплексного числа. И надо понимать, что наше проявление, наша сфера жизни – это третье измерение. Существует, как и в математике, в реальной жизни существует гораздо больше уровней измерений. И мы должны просто понимать, что каждое из этих измерений населено, независимо от того, что хотим мы этого, не хотим ли мы этого, есть ли у нас какие доказательства или нет у нас на каких доказательствах. Многомерность наблюдается в одной точке. И через каждую точку может проходить сразу несколько измерений. Мы можем видеть, как материализуются некоторые объекты. Мы можем видеть, как появляются, пропадают некоторые существа. Как они движутся совершенно по другим траекториям. Как вот, например, НЛО, которые превышают разумные достижения в скорости перемещения летательных аппаратов. Но самое главное заключается в том, что мы просто психологически должны подготовиться к тому, что мы существуем здесь и сейчас, и с нами здесь и сейчас существует еще очень много различных персонажей. Одни из них как раз вот эти черные, которые являются объектом наиболее секретным на сегодняшний день. Я не знаю, удастся ли их зафиксировать каким-либо образом, выйдут ли они каким-либо образом на связь, проявятся ли они как-то. Или, может быть, мы о них вот сейчас поговорим, и это будет последний разговор, и больше они исчезнут из этой игры и не появятся никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok